Просто, значит, не замечали. Они чрезвычайно активно участвовали в этом во всем. Вот такой простой пример, который, мне кажется, как раз расставляет все точки над «и». 29 декабря 2014 года, ровно в тот день, когда агентство по страхованию вкладов предоставило транш 99 миллиардов так называемой финансовой помощи банку «Траст», ровно в тот же самый день действиями временной администрации все эти деньги были просто засифонены в хантамансийский банк «Открытие». Это было прямое нарушение свежепринятого 26 декабря решения Совета директоров, которое четко совершенно определяло, каким образом банк «Траст» должен эту финансовую помощь использовать. И, конечно, он не должен был ни в коем случае их выдавать в виде межбанковского кредита. То есть, понимаете, это не просто они закрыли глаза. То есть, де-факто, агентство по страхованию вкладов своими руками прямо нарушило и законодательство, и решение Совета директоров Центрального банка. А Совет директоров Центрального банка как бы это все вот не то чтобы посмотрел, а как бы одобрил. Илья, я правильно понимаю, что без ведома ЦБ временная администрация не могла принимать подобного решения. Ну, очевидно, конечно же. Ну, как, то есть это деньги, которые АСВ получала непосредственно из Центрального банка. Значит, план участия, значит, и АСВ, и Банк Открытия был утвержден решением Совета директоров Центрального банка. Значит, вы знаете, что на борде, в Совете директоров АСВ ходят там выдающиеся представители финансовых властей, как бы и министр финансов, и, конечно же, ну, тут вот, честно говоря, как бы там, да, значит, если не спекулировать, как бы там, да, то других объяснений просто нет. Ну, каким, вот, как может сложиться такая ситуация, когда все, значит, люди, принимающие решения, значит, финансовых властей, закрывают глаза просто на явное хищение. И самое удивительное, что вот это все продолжалось, это же был не один эпизод, там, да, вот они тогда умыкнули это 99 миллиардов. Теперь-то мы знаем, что вообще практически вся валюта баланса траста на момент, значит, коллапса открытия состояла из кредитов открытия холдинг, да, значит, 228 миллиардов. Кроме того, как мы понимаем, хотя это достаточно сложно понять в деталях, потому что вы же знаете, что Центральный банк согласовал то, что открытие не публиковало отчетность траста практически на протяжении двух лет. Тем не менее, значит, по прямым и косвенным, значит, документам мы видим, что, кроме того, траст активнейшим образом кредитовал и компании Бориса Минца, и, значит, приобретал, значит, облигации компании ПИК Сергея Гордеева. Всех тех, кто был в разное время миноритарными акционерами открытия. И тоже это все как бы делалось под эгидой, ну, во всяком случае, значит, скажем так, под предмолчаливым согласием. И АСВ, который по-прежнему по закону несет ответственность за санацию, ну и, очевидно, регулятор. Вы пытались, вы пытались возначить свою позицию, вы пытались достучаться, ну, я не знаю, до председателя Центробанка. Ведь в моменте Эльвира Сахипзадовна даже согласилась, что с теми же ОФЗшками была выстроена открытием целая пирамидальная система. Или, собственно, ваши обращения, они закончились ничем. Я просто хочу понять, была ли попытка апелляции к разуму и к руководству Центробанка? Юрий, это вот совершенно, абсолютно фантаспогорье, потому что, ну вот, я работаю в индустрии в российской финансовой с 94-го года. Значит, я, значит, понятно, в то время я был человеком достаточно молодым, тем не менее, значит, ну вот, я имел всегда прямой контакт с руководством Центробанка. Я, значит, вот этого Юрия Исаева, который сейчас возглавляет АСВ, ну, я знаю годы, наверное, с 95-го лично, понимаете? И, конечно же, вот ровно в тот момент, это было весной 2015-го года, когда я понял, что, значит, просто обманом и мошенничеством Вадима Беляева, Рубена Гамбегяна, я, мои, значит, партнеры и коллеги и весь банк вовлечен просто в какую-то немыслимую, как бы там, немыслимую совершенно по масштабам и по цинизму аферу, я просто, естественно, сначала по телефону, потом, значит, письменно обращался просто вот, ну, ко всем. То есть Юрий Исаев, Алексей Симановский, значит, у меня не было прямого контакта, значит, с Эльвиром Сахимзаниной, у меня был прямой контакт с ее вполне доверенным человеком, руководителем аппарата Центрального банка Айзером Талыбом, с которым я с апреля 2015-го года находился в постоянном контакте, говоря, у вас на глазах, то есть вы там, я не понимал, как бы там, да, что происходит, и в чем позиция регулятора, говорит, слушайте, у вас на глазах там просто происходит преступление. Вот я давайте вам в деталях расскажу. И, значит, понятно, впоследствии я писал, значит, и Тулину, и Швецову, как бы, когда там менялись, значит, вот эти руководители. Заместители, да? Да-да-да, абсолютно. Но в какой-то момент, значит, во время одной из таких вот, значит, встреч с одним из заплечных дел, значит, мастеров, значит, которые работают на Вадима Беляева, который, между прочим, до сих пор занимает, как я понимаю, достаточно высокий пост в банке Траст, такой Дмитрий Попков. Он заместитель Беляева был в открытии холдинг, значит, сейчас от директоров открытия и холдинг, и банк, и в Трасте, значит, тоже там, значит, в одну из встреч, когда, одну из последних встреч, когда, значит, тоже, мы, в принципе, с ними общались еще, как бы, там, не через адвокат. Он у нас такой достаточно издевательской усмешкой сказал, ну, ты же понимаешь, что Вадим, значит, все, что ты пишешь, это все оказывается на столе у Вадима в тот же самый день. Вот. И, собственно говоря, вот это, наверное, ответ на вопрос. То есть вы даже не подозреваете, вы фактически говорите о сговоре? Слушайте, ну, вот это, значит, я, как бы, там, да, значит, я имею возможность говорить, как бы, там, то, вот, свидетелем, чего я, как бы, являюсь на протяжении последних двух лет. Абсолютно так. Илья Семеновна, вот такой вопрос, смотрите, год там у нас, нет, чуть меньше года. Я был в Владивостоке, это был сентябрь месяц 2017 года, вылетал из аэропорта и как раз перед вылетом просматривал информационную ленту, был поражен одной новостью о том, что дыра в банке Траст достигла 400 миллиардов рублей. Это я очень хорошо помню сентябрь 2017 года и вот пролистывание лента в аэропорту Владивостока в Кневичах. Вы можете мне объяснить, как подобное стало возможным? Ведь на тот момент уже банк не просто находился на санации, а очень активно санирую, санировался, правда, через несколько недель, через несколько месяцев ФК Открытие уже станет санируемым банком со стороны Центробанка. Вот фактически этой новостью на тот момент, ну не то, чтобы я вас обвинил, топ-менеджмент Траста, но я так понял, предыдущие что-то там натворили и это колоссальная образовалась дыра в 400 миллиардов рублей. Ваш комментарий? Он очень простой. Смотрите, вот, то есть что произошло весной 2017 года, как бы там, да, там, начало происходить, вернее, там, с весны 2017 года и вот это логически все закончилось коллапсом Открытия в августе, там, очевидно, что менеджмент Открытия был уже в абсолютном, значит, понимании, что, значит, масштаб бедствия в Открытии невозможно уже скрыть, да, там, тем не менее, они предпринимали все возможные усилия для того, чтобы оттянуть вот этот, как бы, бесславный конец, как бы, там, да, значит, и, соответственно, все возможные, как я понимаю, ресурсы из всех банков, которые, значит, так или иначе были у них под контролем, они начали выкачивать в сторону, как бы, Банк Открытия, открытия холдинга. Поэтому, значит, масштаб, значит, это же там тоже, я если два слова буквально скажу, если позволите, вот все вот эти, значит, инсинуации по поводу ужасного финансового состояния, как бы, Банка Траст на момент начала санации, они просто абсолютно, как бы, голословны и разбиваются отчетностью, которую публикует этот самый Банк Траст, как бы, непрерывно, как бы, там, да, там, с 2019 года. Вот те масштабные, там, сотни, десятки миллиардов долларов, которые в презентационных, подчеркну, материалах открытия фигурировали, они никогда, ни разу не были отражены в отчетности банка. И максимальные убытки, которые Банк Траст, уже находясь под прямым, значит, контролем открытия, показал, это было около 18 миллиардов рублей по итогам 2014 года. В дальнейшем Банк Траст показывал уже прибыль или или совершенно незначительные убытки. То есть вот проблема, это ужас ситуации, да, ужас, простите, эмоционально это оцениваю, состоит в том, что вот вся вот эта конструкция, там, да, с убытками Траста, которые привели к Трасту, она абсолютно искусственно создана с единственной целью, с целью выточить как можно больше денег из ЦБ, значит, в интересах акционеров открытия. И, к сожалению, там, один из инструментов вот этой совершенно циничной, значит, задачи было возбуждение уголовного дела по факту каких-то вот этих мифических убытков, по которым два моих бывших коллеги получили абсолютно реальные сроки. И это вот одна из, как бы там, из множества, как бы, там, да, вот этих программ прикрытия, которые, значит, использовали открытие. Но я тоже, как человек, который в индустрии работает 20 лет, ну, мне смешно, когда, значит, там, да, значит, руководство Центрального РФ, говорит, да, вот вы знаете, мы, к сожалению, значит, вот просмотрели, нас неверно информировало руководство открытия, а сейчас мы выяснили, это, кажется, Тулин сказал в сентябре 16-го, или когда, ну, 17-го, простите, 17-го, сказал. Ну, да, сейчас-то, конечно, мы понимаем, что у открытия не было капитала уже давно. Послушайте, ну, это вот, просто мне кажется, это уже не в капитале. Вот самое большое, что я слышал от Эльвира Сахипзадовны в части ФК «Открытие», это ее требование вернуть те бонусы, которые они себе выплатили буквально за несколько дней до краха. Я не знаю, они вернули эти бонусы, госпожа Набиулина к этой теме не возвращается. Уверен, что нет. Вы предполагаете, что нет? Конечно. Хорошо. Я хотел бы, Илья Сергеевич, с вашей помощью проанализировать слова Михаила Задорнова. Все-таки мало кто из финансовых аналитиков обратил внимание на это интервью, на мой взгляд, оно крайне примечательное, где фактически Задорнов говорит, что уже в 15-16 годах у открытия не было собственного капитала. Это я его цитирую по порталу bfm.ru. Более того, именно в этом интервью он заявил о том, что деньги, которые получала ФК «Открытие» на санацию траста, были получены, но вовсе не направлялись на санацию траста, а акционерам-собственникам открытия. Вот это заявление ведь невозможно проигнорировать? Или возможно? Согласен, что нет. Мне кажется, невозможно. Мне кажется, невозможно и в этом смысле. Но это действительно объективная оценка независимого в этом смысле эксперта. Потому что Михаил Михайлович Задорнов, скажем так, возник как руководитель открытия относительно недавно. И, в общем, очевидно совершенно, что вот его экспертная оценка, который, в общем, безусловно следует доверять, потому что он, безусловно, сейчас крупнейший эксперт по тому, что из себя представляло открытие. Ну вот я не представляю, каким образом можно вот это, значит, эти определенные им обстоятельства проигнорировать. Но, послушайте, но тем не менее, там, да, там, опять же, не хочется вновь и вновь возвращаться к этой истории, но, значит, Эльвира Сахибжадуна, когда ее спросили прямо в ноябре, значит, я видел у вас на канале, значит, эту запись, просто ее сохранил, потому что это просто верх какой-то вот уже цинизма. Когда ее прямо, значит, спросил депутат, кажется, о справедливой России, а что вообще происходит? Почему триллион, значит, мы все знаем про триллион, который пропал в открытии, почему ничего нет? И Набиулина сказал, слушайте, а мы вообще, как правило, не пишем никаких заявлений, там, да, пока не закончится работа временной администрации, такая наша практика. Послушайте, ну, во-первых, это просто ужасное, циничное вранье, потому что вот в отношении лично меня, например, Набиулина написала заявление на третий день работы временной администрации. Это там, то есть я и уже как бы вот совсем как бы комплексом, значит, вот этих абсолютно ложных, значит, утверждений, там, да, там, вывод активов, миллиарды, нанесение ущерба государству, вот. Мы знаем прекрасно ситуацию по Югре, мы там за ней тоже следим, там, да, только когда там шесть заявлений было написано в первую же... Вопрос, связь с банком Эльберсакет задана была весьма активна. Конечно, да, да, да. По открытию уже работа временная администрация закончила, да, уже было сделано самими руководителями Центрального банка масса заявлений, вы очень четко и правильно это отметили в вашем сюжете, в вашем репортаже. И, значит, и, собственно, что вызвало возмущение депутата, который обращался к Небюльне, что в ответ на депутатский запрос, который весь парламент отправил, значит, и в прокуратуру, и в МВД, ответ был следующий, что никакой даже доследственной проверки не проводится в силу того, что Центральный банк отказывается вообще с нами сотрудничать. Илья Сергеевич, я прошу прощения, вот смотрите, я сейчас зайду на ту сторону, на сторону регулятора, и выскажу свое предположение, а вы его прокомментируете. Команда Набиулиной осознала всю степень тех махинаций, афер, которые осуществлял топ-менеджмент ФК «Открытие». Она это поняла. Поняла, по всей видимости, достаточно поздно, когда определенные телодвижения, не определенные, а очень четкие телодвижения были осуществлены. После мы узнаем, что некоторые топ-менеджеры ФК «Открытие» уже, простите, свалили за пределы страны, написали заявление о другом гражданстве и так далее. Вот конкретная ситуация. ФК «Открытие» был системным банком, который участвовал очень серьезно в отдельных проспектах по государственному долгу, я имею в виду ФЗ «Открытие». И здесь она высказала о пирамидальности той модели, которая была выстроена топ-менеджментом ФК «Открытие». И вот человек осознает, что ее обвели. Ну, понимает это. Понимает поздно. Системный банк. Ответственность колоссальная, она не может допустить обрушения или цепной реакции. Помните, появилось даже высказывание, так называемое «Московское кольцо», когда были названы все, собственно, фигуранты, которые оказались под санацией, но кроме МКБ, в силу понятных причин, она принимает решение. Ну да, я упустила, но я же не обрушила весь финансовый рынок. Я не допустила того, чтобы банки один за другим, как цепочка, стали разваливаться, лопаться и так далее. Если с этой стороны посмотреть, дотянуться уже не могу. Факт аферы? Ну да, был. Попыталась выйти из этой ситуации, вышла тем, что сохранила статус-кво на банковском рынке. Может быть, исходя из этого, я моделирую ситуацию, просто хочу понять, потому что то, о чем вы говорите, это вообще за гранью здравого смысла. Это чистой воды, по всей видимости, криминал. Вот если с этой точки зрения рассмотреть, ну вот да, такая позиция может быть патовая, но попытка, по крайней мере, не допустить массового обрушения. Вот смотрите, мне кажется, здесь надо как бы разделить два аспекта вот этой большой проблемы, именно как вы ее описали. Значит, нужно ли не нужно было санировать банк открытия, это вот как бы, значит, такой отдельный, что называется, вопрос. Я абсолютно не исключаю, что нужно было как бы это делать, ну просто вот в силу его там масштаба и вовлеченности самое главное.